Израильские самолеты нанесли удар по сектору Газа, как объяснили представители армии обороны Израиля. В Твиттере это стало ответом на ракетный обстрел. По мнению Иерусалима, ответственность за первоначальную атаку лежит на запрещенном в Израиле и многих других странах движении Хамас. Кроме того, на границе Израиля с сектором Газа террористы заложили фугас. В результате взрыва четверо военных были ранены. Об очередном обострении конфликта шеф Ближневосточного бюро РТВА Евгений Сова. В понедельник рано утром пресс-служба армии обороны Израиля распространила сообщение, с которого следует, что израильские власти считают Хамас виновным в ситуации в секторе Газа. Это сообщение появилось после ночного удара израильских ВВС по целям в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории в воскресенье вечером, но и в ответ на тот фугас, который был заложен на границе между сектором и Израилем. В результате взрыва этого фугаса пострадали четверо военнослужащих. Двое из них по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в больнице. Комментирует этот инцидент министр обороны Израиля Виктор Либерман заявил сегодня в КНЕЗ. В последние 10 дней мы стали свидетелями откровенных провокаций на наших северных и южных границах, включая ракетный обстрел в воскресенье вечером. Мы ответили на это уничтожением подземного тоннеля в Газе и будем отвечать впредь. Хочу пожелать скорейшего выздоровления нашим военнослужащим, пострадавшим в результате диверсии, и дать высокую оценку быстрой реакции армии на подобные события. Несмотря на такой обмен ударами, по мнению Либермана, жители южных поселков и прилегающих городов в секторе Газа могут продолжать жить обычной жизнью и пока здесь в Израиле не видят продолжения вот этой эскалации. Комментирует этот инцидент также и в секторе Газа. Хамас говорит, что если далее подобные израильские удары будут продолжаться, то там не смогут молчать. Вот что говорит представитель организации Хамас. Уровень эскалации говорит о том, что Израиль намерен ухудшать отношения с сектором Газа. Палестинское сопротивление не позволит навязывания новых правил взаимодействия. Если эскалация продолжится, сопротивление вынуждено будет защищать нашу землю и наш народ перед лицом агрессии. Израильское оккупационное правительство несет ответственность за происходящее. Вообще в последние дни много в Израиле говорится о том, что нужно пересмотреть стратегию поведения в отношении Хамаса. С одной стороны, на каждый подобный ракетный обстрел армия отвечает, но нужно подойти стратегически. Вот некоторые министры предлагают смотреть шире на ситуацию. В частности, здесь в КНЕСТе сегодня об этом говорил министр просвещения, член узкого кабинета по вопросам безопасности и внешней политики Нафтали Беннетт. Хамас в секторе Газа не действует в одиночку. Мы знаем, что за палестинскими боевиками стоят иранские власти. Именно они оказывают финансовую помощь боевикам в Газе и стимулируют их совершать теракты против Израиля. 30 лет подряд мы боремся с щупальцами осьминога, никак не решаясь ударить по его голове. А голова находится в Иране. Это просто абсурд. Пришло время, чтобы в Иране поняли, там никто не застрахован от нашего ответа. Ну, надо сказать, что ни Израиль, ни Хамас пока не заинтересованы в эскалации конфликта. Несмотря на такой обмен ударами, все здесь в Израиле говорят, что главное, конечно же, это сохранение тишины на юге. И если будет полномасштабная операция, как это было летом 2014 года, то не только южные города Израиля, но и вообще весь Израиль будет под ракетными обстрелами. Этого не хотят. Здесь в Израиле хотят добиться максимального фактора сдерживания в отношении с Хамасом, но понимают, что, возможно, не только Хамас принимает решение начинать или продолжать те или иные боевые действия против Израиля. На ситуацию здесь смотрят гораздо шире, чем она кажется сегодня. Евгений Савал, Владимир Плоткий, RTVI, Израиль.